Мы снова на улицах Севастополя, чтобы поговорить с горожанами чисто по-русски. Ихний? Например, да. И воный? Тута, здесьа, тама. Как верно будет, вложения окупились с торицей? Вложения окупились с торицей? Я иду туда, где занимаются профилактикой остеохондроза, гипертонии, помогают избавиться от целлюлита, восстановиться после родов и подготовиться к следующим. Нет, не в больницу и даже не в салон красоты. Шимми, 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 раз-два, раз-два, расслабляем, выдыхаем. Побег из японского плена, кругосветное плавание и освоение русского Дальнего Востока. Все это лишь часть истории, что ждет читателя, который решит познакомиться с этой книгой поближе. В эфире рубрика «Афиша» – ваш гид в мире развлечений и интересного досуга. С событиями ближайших дней вас познакомлю я, Дарья Слесаренко. Да, ты. Ежегодно, 21 ноября, в России отмечают День работника налоговых органов. От эффективности работы налоговой системы зависит наполнение бюджета и выполнение государством своих социальных обязательств. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают и бухгалтеры, специалисты учета и отчетности деятельности экономических субъектов. Последние 26 лет, 21 ноября, отмечают Всемирный день телевидения. Дату учредила Генеральная ассамблея ООН в 1996 году, после того, как состоялся первый Всемирный телевизионный форум. С тех пор телевидение признано важным инструментом воздействия на формирование общественного мнения. Вы знаете, вообще, со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет. Ни кино, ни театры, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Самый первый эфир севастопольского телевидения состоялся более 30 лет назад, в далеком 1991 году. Тогда у его истоков стояли энтузиасты Шестаков, Чечетин, Кужим, Кужанова, Иларионов, Эскин. Добрый вечер, дорогие севастопольцы, добрый вечер, зубляки. Сегодня выполняем решение сессии Городского совета народных депутатов. Начинает свою жизнь севастопольское городское телевидение. Все эти годы первое городское телевидение менялось не раз, но всегда было и остается интересным, объективным, а главное, преданным своему зрителю, севастопольцам. Сегодня севастопольская телерадиокомпания – это настоящий медиахолдинг, который включает два телеканала, две радиостанции, информационное агентство и сетевое издание, современную техническую базу и высококлассных профессионалов своего дела. Телевидение вот уже долгие годы развлекает, образовывает и обучает нас. Также именно из голубого экрана мы узнаем последние новости и события. Наше севастопольское телевидение всегда старается для вас. Мы рассказываем и показываем самые интересные события, что происходит в нашем городе. Так что оставайтесь с нами, друзья, мы работаем для вас. Знаменательные события 239 лет назад состоялся первый полет человека на воздушном шаре. В 18 веке такой летательный аппарат смогли создать братья Монгольфье. Сперва они запустили шар, наполненный горячим дымом. Затем в воздух смогли поднять несколько животных. 21 ноября 1783 года впервые в свободный полет на воздушном шаре отправились двое французов. Воздухоплаватели поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 минут, покрыв расстояние в 9 километров. В этот день родились. 21 ноября 1927 года в Москве родилась Тамара Носова. Она стала одной из самых известных комических актрис отечественного кино 50-60-х годов 20 века. Ее по праву называли королевой кинокомедии. Вы, только вы, напоминаете мне мою чернявую, мою любимую, мою безотказную гаубицу. А где же она, ваша любимая и ваша чернявая? Погиба в неравном бою. А, тогда вновец! Яков Александрович! Ой. Что с вами, Яков Александрович? Индивидуальные контузии. Талантливая актриса известна и юному зрителю по детским фильмам «Королевство кривых зеркал», «Тридевятом царстве», «Огонь, вода и медные трубы». Ирина Шестерикова, корреспондент Севастопольского телевидения. Очень любит свою профессию, но считает, что жизнь после работы не заканчивается. Поэтому находится в поисках подходящего для себя хобби. Вы спросите, куда же я отправилась на этот раз? Отвечаю, я иду туда, где занимаются профилактикой остеохондроза, гипертонии, помогают избавиться от целлюлита, восстановиться после родов и подготовиться к следующим. Нет, не в больницу и даже не в салон красоты. Я иду танцевать. А если у вас до сих пор нет занятия по душе, то нам по пути. Пять, шесть, музыку, семь, быстрее! Я не понимаю, куда? Туда или туда? Чего делать-то? У меня ощущение, что я что-то не то делаю. Но такое движение тоже есть. Оттяжка, 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 оттяжка. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я очень хочу научиться восточным танцам. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Дарья Чумакова. Заслуженная артистка Автономной Республики Крым и Украины. Солистка театра танца имени Вадима Елизарова. На паркете с пяти лет. В театре танца с самого основания. Бесконечно влюблена в восточные танцы. Обожает свою работу и детей. Терпеть не может самодеятельности там, где нужен профессионализм. Я предлагаю одеть восточный пояс. Приветливая улыбка Дарьи вмиг заставила меня забыть о том, что все эти восточные виляния бедрами и потрясывания грудью у меня никогда не получатся. Можно сказать, я ей доверилась с первой минуты нашей встречи, а потому уверенно встала в ряды ее учениц. Ручки с подготовительной позиции выводим в сторону. Локти у нас с вами слегка согнуты. В этой группе я единственный новичок, но девушки не против повториться вновь давно разученные ими движения. А поскольку в восточном стиле особое место занимают женские бедра, то с них и начали. И движения бедрами мы стараемся протанцовывать плавно, женственно, нигде не режем. Давайте еще разочек. С правого бедра скручиваем. И раз, два, три, четыре. Казалось бы, ну что там, восьмерочка. Всем известное движение. Качай себе бедрами туда-сюда. Не тут-то было. Верх при этом должен оставаться неподвижным. Да и добиться четкого рисунка этой фигуры непросто. В общем, не успела я почувствовать всю прелесть этого движения, как началась настоящая тряска. Иначе говоря, шимми. Это самое любимое движение всех девчонок, которые ходят. Почему? Потому что, мне кажется, мы когда растряхиваемся, из нас выходит негативная энергия. А вот и психологический зажим. Что-то меня сдерживало. А может, я просто хотела, чтобы вместе с негативной энергией из меня не вышло позитивное? Шимми, 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 шимми. Раз-два, раз-два, расслабляем, выдыхаем. Расслаблять, выдыхать, что быстрее нужно делать? Вопросы сыпались один за другим. Вместе с ними и сомнения в том, что я когда-нибудь станцую, как Мата Хари. У меня ощущение, что я что-то не то делаю. Вот такое движение тоже есть. Значит, не все потеряно. Когда же будет результат? Одна тренировка – это мало. То есть, что важно? Важна постоянная посещаемость, и тогда все-все получится. Верю и готовлюсь к новому испытанию. Растанцовываемся. Уже мы сами начинаем понимать, как подключить грудь. Не просто, чтобы это были плечи и такие статичные. Расслабляем. Я стесняюсь грудью трясти. Это комплексы у меня, что ли? У вас были комплексы? У меня нет. Отлично. Как это, ну, перебороть, как-то перебороть в себе этот комплекс? Когда приходят вначале девушки, женщины, девочки, и потом они, когда занимаются, предположим, взять два месяца, год, да, это становится два разных других человека. Почему? Потому что уходит стеснение, приобретается плавность в бедрах, плавность в движении. И это сказывается на характере. Так, надо сделать фото до изменений, чтобы потом было с чем сравнить. Пять, шесть. И фирменное наше движение. Семь, восемь. Впервые в жизни я пожалела о состриженных волосах. Но это поправимо, да и как оказалось... Не это главное. Главное носом не стукнуться о коленку, когда нагибаешься. А еще не нужно спешить вместе с теми, кто занимается давно, станцевать всю цепочку. Я не понимаю, куда, туда или туда, чего делать-то. Вывод. Лучше или пойти в группу новичков, или попросить тренера позаниматься индивидуально. В Севастополе не менее трех десятков студий, где обучают восточным танцам. В среднем месяц занятий стоит около трех тысяч рублей. Вам понадобятся балетки и удобная форма одежды. Диагональ в сторону, назад, скрутка. Диагональ в сторону, назад, скрутка. В начале занятия Дарья сказала, что я почувствую себя гораздо женственнее, когда выучу хотя бы элементарные движения восточного танца. И это действительно так. Хотя многое у меня сегодня не получилось, я это понимаю. И очень хочу теперь сделать так, чтобы хоть немножечко быть похожей на нее. А вы попробуйте сами. А что надо делать, когда видишь поведение? У меня роль вообще дадите сегодня. Плачьте. Плачьте. Чисто по-русски Все, не могу говорить, снимаем рубрику. Здравствуйте. Мы снова на улицах Севастополя, чтобы поговорить с горожанами чисто по-русски. Были ли у вас случаи, когда вложения окупались сторицей или сторицей? Как грамотно говорить и писать это словосочетание? Сейчас проверим у севастопольцев. Здравствуйте. Мы снимаем программу чисто по-русски. Как вы думаете, вот какой вариант верный? Вложения окупились сторицей, вложения окупились сторицей. Как бы проголосовали? Ну... Сюда можно галочку вставить. Галочку, так. А как думаете, что это означает? Честно говоря, не знаю, что означает. Как верно будет, вложения окупились сторицей, вложения окупились сторицей или раздельно с С вообще? Смотри, сколько много вариантов. О-о-о-о. Тут вместе. Вроде как. Потому что здесь уже галочка стоит в его роли? Потому что русский язык. А, ну давайте голосовать. Это не точно, но, по крайней мере, предположительно так. Может быть, сторицей? Сторицей. Точно? Точно. Давайте галочку вот так поставим. А почему так уверены? Потому что я, насколько помню, из русского языка сторицей. А знаете значение? У-у-у. Ну, то есть, как бы вы вложили в дело полтос, а получили сотку. На тятошку. На о? Угу. А есть еще какие-то слова, которые вас удивляют в русском языке сейчас? Много. Ихний? Например, да. И воный? Тута, здесьа, тама. Звонить? Да-да-да, туда же. С торицей, по-моему, так. С торицей? Да. А хотите узнать правильный вариант? Ну, давайте. Удивить вас? Ну. А вы знаете, что это означает? Ну, это как бы, ну, как сказать? В общем, да. Ну, да-да-да. Что больше, больше, ну, как бы, на благо. Ну, как бы, даже выразиться не знаю. Согласен. Вложения окупились с торицей или с торицей? Или отдельная Саша? О, она на русский поступает? Куда вы поступаете? Я нет. Да-да-да. Так кому ты врешь? Не, мы, извините, мы это... Ну, как, ну, вот что сердце подсказывает? Подсказывает, что лучше воспользоваться логикой и посмотреть на прошлые ответы. Поэтому, возможно, с торицей. То есть, первый вариант выбираем. Да. А хотите знать правильный ответ? Хорошо, скажите. Вот грамотно, оказывается, на самом деле говорить, вложения окупились с торицей. Ну, может быть. Но я сомневаюсь. Я знаю, что правильно, с торицей. Дома загуглим. Загуглим. Вы знаете, одна женщина мне утверждала, когда я сказала, что надо правильно говорить, звонят. Она очень засомневалась, потому что она говорила, звонят. Я говорю, нет такого слова в русском языке. Она сказала, я загуглю. Пришла домой, загуглила. И мне пришла, показывает, что она загуглена, что, оказывается, можно так говорить. Поэтому я совсем не удивлюсь, если сейчас загуглите и будет окажется, что это правильно. Да, я уверен, что в Яндексе даже можно найти орфографический словарь. Все может быть. Вы верно угадали. Прикольно. Откуда у вас такая природная грамотность? Наверное, потому что я в России родился. А знаете, что означает это слово? Очень знакомое. Окупились с прибылью. Да. Вот. По сто крат практически. А хотите узнать правильный ответ? Давайте. Вот грамотно говорить, вложения окупились с торицей. Ну, а вы знаете, да, что это означает? То есть то, что вы вложили, этого сто крат окупилось. Ну, например, вы за девушкой ухаживаете, ухаживаете, дарите ей подарки, а она отличает взаимности. Не то. Не то? Оказывается, верный вариант – с торицей. Да. Ну, шо ж. А как думаете, во что сейчас лучше вкладываться? Ой, это не эту тему я. В крипту, может быть? Сторица – это древнерусский вариант слова «сотня». Ударение на «и» и пишется слитно. Если что-то окупилось с торицей, значит, вложение было очень выгодным. Слово это подзабытое. Может быть, поэтому всего два человека угадали верный ответ из десяти опрошенных. Знайте это слово и говорите чисто по-русски. Чисто по-русски. Говорите чисто по-русски. Не друга вернее книги. Когда-то сказал великий Эрнест Хемингуэй. Ну, а мы с вами точно знаем, что, друзей, много не бывает. Так давайте искать их вместе. Меня зовут Алектина Игнатьева. И сегодня вместе с вами мы познакомимся с жизнью и необыкновенными приключениями капитан-лейтенанта Головина, авторов Рувина Фраермана и Павла Зайкина. Рувин Исаевич Фраерман, советский детский писатель и журналист, участник Гражданской и Великой Отечественной войны, боец писательской роты, специализировался на подростковой и детской литературе. Вместе с коллегой Павлом Дмитриевичем Зайкиным в 1964 году решили пойти на творческий эксперимент и создать необычную книгу-биографию. Так появилась их единственная совместная работа – жизнь и необыкновенные приключения капитан-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца. Были и не были. С этих слов нас приветствуют первые строки книги. Читателя предупреждают – в этом произведении минимум вымысла и фантазии. Герои – реальные люди, а их приключения – не выдумка, а реальность, временами даже кое-где суровая. Побег из японского плена, кругосветное плавание и освоение русского Дальнего Востока – все это лишь часть истории, что ждет читателя, который решит познакомиться с этой книгой поближе. Положительных баллов произведению добавляют и его историческая точность. Но не стоит думать, что из-за этого книга становится похожей на какой-нибудь стандартный школьный учебник. Все факты и данные тут поданы в художественном стиле, с небольшим вкраплением допустимого для сюжета литературного вымысла. А самое главное – здесь раскрыта история настоящей мужской дружбы, которая прошла проверку и временем, и испытаниями. «Хочешь, я умру за тебя?» – спросил один из главных героев друга. Так, если что, не пугайтесь, спойлер, все любимые персонажи выживут, но временами читателям придется за них попереживать. Ведь что это за морские приключения без риска для жизни и здоровья? Эта книга простым языком рассказывает о судьбе русского офицера Василия Михайловича Головнина, впоследствии вице-адмирала российского флота. Невероятные морские путешествия, любовь, дружба, храбрость и верное служение Родине – все это не только вы найдете на страницах этой книги. Данное произведение относится к категории историко-биографической и рекомендовано читателям от 12 лет. Что ж, я надеюсь, нам удалось убедить вас отправиться вместе с героями покорять неизведанные морские просторы. Если да, то нам с вами точно по пути. Увидимся в следующем выпуске нашей программы, ну или в читальном зале. Пока-пока! А в этой рубрике отдельной строкой мы затронем вопросы безопасности дорожного движения и алгоритмы действий в конкретных жизненных ситуациях. Телезритель Иосиф Ильич интересуется. Случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором нет пострадавших. Что должны делать водители? В данном случае действия водителей упрощены законами Российской Федерации. Если у каждого водителя есть страховой полис, и они пришли к единому мнению о том, кто виноват в этом дорожно-транспортном происшествии, можно вызвать аварийного комиссара, можно самому заполнить европротокол и проехать в госавтоинспекцию для оформления административного материала. Есть ли на виновное лицо? Если водители не пришли к точке зрения, кто виновен данным дорожно-транспортного происшествия, первоначально действия одни. В обязательном порядке необходимо сделать фото или видео места дорожно-транспортного происшествия, следовую информацию, сфотографировать или снять на видео поврежденные транспортные средства и с этим материалом прибыть в госавтоинспекцию. Если в дорожно-транспортном происшествии люди не пострадали, если у обоих есть страховые полисы, сотрудники госавтоинспекции на место ДТП не выезжают. Если же у одного из водителей нет страхового полиса, необходимо в обязательном порядке, как и у предыдущих двух, уведомить сотрудников госавтоинспекции, но в этом случае на место дорожно-транспортного происшествия выйдет экипаж. Ничего в этом сложного нет. Выполнив такие алгоритмы поведения, вы значительно облегчите себе участь в дальнейшем части надлежащего получения страховой выплаты. Здравствуйте! В эфире рубрика «Афиша» – ваш гид в мире развлечений и интересного досуга. С событиями ближайших дней вас познакомлю я, Дарья Слесаренко. Если вы еще не видели постановку ТЮЗа «Вкус медной проволоки», запланируйте поход в театр 23 ноября. Но на легкое зрелище не настраивайтесь. Даже сеть улиц, все было полностью уничтожено, все было стерко с лица земли. Актеры перенесут зрителей в Севастополь военных и послевоенных лет, каким его запомнил писатель Геннадий Черкашин. «Вкус медной проволоки» – это сборник его рассказов о собственном военном детстве, полном страха и лишений. ТЮЗ поддержал инициативу губернатора города по сбору средств для поддержки мобилизованных. Выручка от спектакля станет вкладом в приближение нашей общей победы. Она пойдет в фонд поддержки специальной военной операции. Спектакль «Вкус медной проволоки» пройдет на сцене драмтеатра имени Лавренева 23 ноября. Узнать больше интересных подробностей о нашем городе поможет библиотека имени Льва Николаевича Толстого. 23 ноября состоится пешеходная авторская экскурсия по одному из старейших районов Севастополя – корабельной стороне. Акведук, ротонды и памятник первому бастиону – дерево в Ушаковой балке, по легенде, посаженное самим адмиралом Ушаковым. Вы узнаете только проверенные и интересные факты об уникальных природных и архитектурных памятниках. Сбор на остановке общественного транспорта площадь Генериха в среду в 15 часов. Пройти на экскурсию под названием «Читаем город, шагаем корабельной стороной» можно по Пушкинской карте. А на сцене из ЦКИ можно окунуться в сказочную повесть Александра Волкова – «Волшебник изумрудного города». Но это не обычная постановка. Настоящий музыкальный спектакль в постановке государственного ансамбля «Танца «Черное море». Яркие костюмы, ростовые куклы, визуальные эффекты, песни и танцы. Юным зрителям обязательно понравится музыкальное шоу. Известный сюжет сказки рассказывает о путешествии за мечтой, о крепкой дружбе и, конечно же, об опасностях на пути героев. Такие события мы выбрали для вас на первую половину этой недели. О том, что будет дальше, расскажем в новых выпусках Афиши. Хорошего настроения и смотрите «Доброе утро, Севастополь».